Привет, друг! Это пятый новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Скидка на курс Redshift Plus в 30% заканчивается уже завтра. Напоминаю, что в курсе появились новые уроки, практические задания, а также очень тесная работа с преподавателем. Нам необходимо научить. Ссылка в описании. Cineversity от Maxon представляет советы NAB 2020. Это обучающие ролики с мероприятия Show NAB, где ты узнаешь много фишек в Cinema 4D. Если ты пропустил это шоу, ты можешь глянуть их по отдельности. Только учти, что все на английском. Ссылка в описании. Эмберген сейчас находится на бета-стадии, то есть они только отлаживают все процессы программы и в то же время разработка идет полным ходом. Если не знаешь, то сейчас ты можешь протестить Эмберген бета в течение 14 дней бесплатно. И вскоре выйдет полноценная версия Эмберген 1.0 со всеми доработками, новыми функциями и фишками, о которых мы еще даже не знаем. Точно известно, что Эмберген обзаведется форматом Alembic для импорта анимированных моделей, ну а также шикарными частицами. Частицы, возможно, добавят как отдельный софт, работающий на GPU. Разработчики надеются, что Particle появится уже через пару недель. Версия 1.0 даст начало стабильной разработке последующих обновлений. Мы уже упоминали, что DjangoFX сотрудничает с Otoy, то есть Octane Render. Otoy разрабатывает внедрение Эмберген FX в их рендер Octane. Пока об этом известно мало, но происходит коллаб двух компаний. В твиттере указали, что с выходом плагина представят еще и новую платформу для создания частиц ParticleGen. Речь, наверное, как раз о частицах, как отдельная программа. В общем, будем смотреть. Генеральный директор Atoy в своем твиттере отметил, что Octane XRS 1 вышел на закрытый бета-тест 27 июня. Если в течение следующих нескольких дней все будет выглядеть хорошо, то дата релиза не заставит себя ждать. В бета-версии можно поучаствовать. Шаги для участия в тестировании обозначены по ссылке в описании. Также Atoy выпустили обновление Octane Render для Cinema 4D в версии 2020.1.3 R2. В представленной версии улучшена нодовая система, новая функциональность в редакторе узлов с новыми фишками, также новый интуитивно понятный рабочий процесс и добавлено несколько параметров для универсальной камеры, а также гайд, как сделать быстрые и полностью процедурные облака за 5 минут. Epic Games предлагает посетить виртуальный Unreal Fest Online. Выделено 5 направлений, по которым в течение всего лишь одного дня проведут несколько стримов. На этом событии представят последние разработки Unreal, покажут какие-то новые фишки и выступят представители Audi, Coe Pedersen, Fox Association, Rocksteady Studio и другие. Являетесь ли вы разработчиком игр, архитектором, инженером, дизайнером, художником, продюсером или кинематографистом и работаете с помощью Unreal Engine или думаете начать работу? Unreal Fest Online для вас, пишет компания. Ссылочка в описании. Quixel выпустила обновление Mixer 2020 1.2, в который входит 50 новых Smart Materials, а также менеджер материалов и новый установщик для дальнейших обновлений пакетов Smart Material. Выпуск совершенно бесплатный. В новом Mixer ты найдешь металлы, такие как алюминий, окисленное железо и золото, джинсовые, льняные и камуфляжные принадлежности, а также множество пластмасс, камней, дерева и кожи. Материалы Mixer еще будут расширять, так что жди новые пакеты. Insidium создатели X-Particles обновили XP Domain и теперь представляют его как новый XP Fluid Flip. Разработчики отмечают, что симуляция APIC лучше поддерживает угловую скорость жидкости и производит более энергичные, но очень стабильные симуляции. Ну это, конечно, все очень относительно, если ты понимаешь о чем я. Точная нодовая система столкновений легко обрабатывает статичные и перемещающиеся вращающиеся объекты. Также выпустят обновленный XP Flow Field, в котором ты можешь использовать Normal объекта, то есть его направление, направление сплайна, поле и даже симуляцию ExplosureFX в качестве потока. Новый режим отображения, такие как Trail Display, позволит рендерить все ваши вектора и получать шикарные результаты. Обновление ждать в начале июля. Юрендер обновился до версии 20.26.4, улучшено подповерхностное рассеяние для создания более реалистичных материалов. Ну, касаемо кожи, мрамора, органических элементов и так далее. Это именно улучшение, а также исправленные ошибки в виде косяков с туманом и коррекции цвета. Юрендер очень прикольный движок в реалтайм и подходит для большого количества задач, поэтому к ознакомлению. Юнити Лерн Премиум теперь полностью в бесплатном доступе. Лерн Премиум – это обучающие онлайн-руководства, пособия, курсы и еще много полезной информации. Юнити представила наиболее интересные пособия для тех, кто присоединился к Лерн Премиум недавно. В топ для начинающих включили курс «Искусственный интеллект для начинающих», курс по обучению нейронной сети выполнению определенных задач и все материалы ты найдешь по ссылочке в описании. Также Юнити подготовили список обучающих видео «Unity Now 2020», посмотри его по ссылке в описании. «Уроки, которые предоставили, должны помочь тебе ускорить процесс обучения, повысить эффективность и получить максимум отдачи от Юнити», пишут разработчики. Там ты найдешь все для создания игр и фильмов в Юнити. Все также по Юнити и они расширяют виртуальную реальность, за счет добавления новых функций в пакете AR Foundation. Новый iPad Pro от Apple с ARKit 4 автоматически создает изображение глубины для каждого кадра. Каждый пиксель в изображении глубины определяет сканированное расстояние между устройством и реальным объектом. Имеется возможность реконструировать сцену, используя датчик LiDAR iPad Pro. ARKit отсканирует пространство и спроецирует в виде геометрии, отражающей реальную среду. Аппаратное ускорение планировщика GPU заметно повысило производительность младших видеокарт. В последней версии драйвера NVIDIA GeForce 451.48 впервые была реализована полноценная поддержка DirectX 12 Ultimate для рядовых пользователей. Обратите внимание, драйвер поддерживает новую функцию Windows 10 2004, который позволяет встроенной графике или видеокарте самостоятельно управлять видеопамятью, дабы снизить задержки и повысить производительность. Многие пользователи уже провели тесты, поэтому... Аааа... На них ты можешь посмотреть в описании. House Group выпустила обновление Phoenix FD420 для 3ds Max и Maya. Улучшен предварительный просмотр частиц в автономном режиме. Добавили поддержку рендеринга дыма с помощью шейдер в режиме Particle Shader Fog для V-Ray Next, а также добавили поддержку смещения в режиме Fog. Улучшили Text UV для моделирования дыма. И еще множество исправлений. Все нововведения в описании. V-Ray проснулись! И рендер для Cinema 4D полностью обновляют. И уже представили некоторые улучшения. Denoising, автоматическое удаление шума и сокращение времени рендеринга. Но это понятно. V-Ray 2 Sides Material помогает создавать более реалистичные поверхности для листьев, бумаги, тканевых штор и т.д. Новая модель V-Ray Sun & Sky представит более реалистичный рендеринг восходов и закатов солнца. Автоматическая экспозиция камеры и баланс белого. А что-то V-Ray прям ну совсем разогнались. На все нововведения ссылочка будет в описании. Sketchfab и немного халявы. На сайте доступно более 400 тысяч бесплатных 3D моделей. Можно найти даже что-то годное. Но использовать в коммерческих целях, к сожалению, будет нельзя. Я думаю, что нужна лицензионная подписка или покупка этих моделей. В общем, подробнее по ссылочке в описании. Google представили камеру светового поля для съемки объемных видео. А также систему для захвата, реконструкции, сжатия и рендеринга высококачественного видео с иммерсивным световым полем. При съемке используется специальный набор из 46 синхронизированных по времени камер, ну распределенных по поверхности полусферы. Полученное видео является практически аналогичным изображением того, что мы воспринимаем при обзоре сцены в реальной жизни. А именно, бинокулярного зрения. В этом случае даже при небольшом смещении камеры изменяется ракурс и создается эффект параллакса. А происходит это за счет того, что кадры видео с различными объектами располагаются по степени удаленности от камеры. Ну вот как раз эффект сравним с объективом камеры. Расстояние определяется альфа-каналом, уровнем прозрачности. Глянуть, как работает эта технология и самому покрутить камеру можно на сайте. Google запускает поддержку функции Сегмент Хэп. Это штука, которую ждали все. Она будет работать с Google Chrome и он внимательно перестанет так сильно жрать оперативную память. Эта функция была внесена в обновление Windows 10 версии 2004. Она была представлена еще в 2016 году и только сейчас Google решили использовать эту функцию. Ну, обещают, что в скором времени а Сегмент Хэп внедрят в Chrome. А пока что протестить новые фишки можно в ссылке в описании. А теперь новости с разбега. Выпущен Blender 2.83.1 LTS. Для стабильной работы в обновлении исправили только ошибки. Планируется, что дальнейшая поддержка в выпусках будет проходить в режиме роулинг-релиз. Первый мастер-класс третьего сезона ZBrush Masters выйдет 30 июня. Сезон открывает разбор процесса создания украшений. Полное расписание ты найдешь на ZBrush Live. Запустили библиотеку с бесплатными IES-файлами с предварительным просмотром. IES – это формат для передачи данных осветительных приборов. Ну, как у нас в курсе по Redshift. Коллекция содержит более 99 тысяч различных источников света для визуализации сцен. Так что выбор довольно огромный. Библиотека будет еще пополняться. Внесут новые фишки для удобного отсеивания и поиска файлов. В доступе появились наборы текстур PBR с 3D отсканированными листьями реальных деревьев и кустарников. Пакеты лицензированы для использования в коммерческих целях. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где будут новые интересные события. И ставь колокольчик вот здесь. До скорого!